Приветствую вас, Елена. Я думаю, что сложно не согласиться с той оценкой ситуации, которую дал мой коллега Сергей Ельченко. В целом, с глобальной оценкой сложно не согласиться. Лично я вижу ключевой проблемой в том, что вы употребили слово нам. Нам нужно идти в садик. Не вам, а ему. Ребенку нужно идти в садик. Ну, понятно, что вопрос отдельный, отдельный вопрос заключается в том, так ли ему надо идти в садик. Вы можете не отправлять его, в принципе, в садик. Вы можете, в принципе, заниматься им дальше, до школы. Вот, что садик отправляют, как правило, для ранней социализации детей. Вот. А у вас, как раз таки именно социализацией, есть некоторые сложности, ввиду того, что вы не отделяете ребенка от себя. То есть, вы, ну, вот, видимо, как-то до сих пор считаете, может быть, что ребенок, он нуждается в вашей гиперопеке и так далее. Это далеко не лучшая история, которую вы можете своему ребенку дать, и далеко не лучшая история для его дальнейшей жизни. Потому что ему сложно сейчас уже выстраивать отношения с людьми, а дальше будет еще сложнее. Вот. Поэтому здесь рекомендации вам будут касаться отстранения, отстранения себя от ребенка. Вот. Отдаление себя от ребенка. И большее представление ему свободы. Вот. Отучение ребенка от груди. Как правильно сказал, опять же, коллега Сергея Елченко, что... период грудного скармливания уже прошел и прошел достаточно давно. Ну, вот. Поэтому, то, что вы делаете, ну, на мой взгляд, нужно разобрать. То есть, зачем, для чего, для чего вы до сих пор кормите ребенка, собственно, грудью. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, соответственно, дальше, дальше уже будет, ну, так скажем, более понятно, что вам делать и в каком стороне двигаться. Вот. То есть, кто этот скрыт или за этим какие-то ваши страхи и переживания. Или, может быть, это просто, вот, некая такая, ваша позиция, которую вы подругаете. Ну, то есть, считаю, например, что вы поступаете правильно. Понимаете? То есть, мне кажется, тут такой момент. А какая у вас цель? Так же, не совсем понятно, потому что, если вы хотите, чтобы ребенок пошел в сад, это одно. Но, если вы, допустим, хотите, хотите, хотите разобраться в себе, это другое. То есть, вот, мне кажется, что, имеет смысл обратить, обратить вам внимание и на это тоже. То есть, чего вы, условно говоря, хотите для ребенка, для ребенка, допустим. Вот. Своего. И, исходя из этого, уже можно будет, опять же, рекомендовать вам, делать, ну, рекомендовать вам, что-то делать. Ну, дальше. В дальнейшем. Понимаете, да? О чем, о чем идет речь. Вот. Я думаю, я думаю, что, как-то, как-то так. На этом все. Обязательно подумайте над тем, чтобы меньше проводить времени с ребенком, чтобы меньше, как-то, вот, ну, на него влиять, меньше давать ему себя чувствовать и больше, соответственно, помогать ему больше ориентироваться на себя. Вот. Это такая, то есть, очень важная, на мой взгляд, история очень важный, на мой взгляд, момент, вот, который именно вам для себя нужно понять. Вот. Примерно так, я думаю, можно ответить вам. Я надеюсь, что это было полезно. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я желаю вам, чтобы ситуация разрешилась самым лучшим образом для вас. Вот. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...